Здравствуйте, меня зовут Марко Кенту, и сегодня я вас познакомлю с технологией FireDuck. FireDuck – это новая технология, которую Embarcadero рассматривает как основную платформу доступа к данным в приложениях Delphi и C++ Builder. Мне не будет сложно познакомить вас с технологией FireDuck, потому что я работаю продукт-менеджером, менеджером по продуктам компании Embarcadero. И вкратце, вкратце, так вам все хорошо и расскажу. FireDuck можно назвать редакцией Embarcadero в библиотеке, известной AnyDuck, в библиотеке доступа к данным. Эту технологию мы недавно купили. Мы приобрели эту технологию у компании DA Soft и заключили соглашение с Дмитрием Арефьевым, директором этой компании, с тем, чтобы он сопровождал и развивал данную библиотеку в будущем. Итак, FireDuck представляет собой технологию для доступа к данным, и она очень хорошо настраиваемая. Доступ осуществляется к галлюцией базам данных, причем на различных платформах, но набор компонентов один и тот же. То есть, вы можете при помощи одних и тех же компонентов получать доступ к базам данных на различных платформах, библиотека универсальная, но, тем не менее, она же и позволяет учитывать возможности каждой конкретной платформы. Эта библиотека очень мощная. С одной стороны, вроде как использует общие механизмы доступа, а с другой стороны, учитывает специфические возможности каждой конкретной платформы. Сама эта библиотека основывается так называемым на механизме доступа к данным, который состоит из основных таких фундаментальных классов и компонентов, представляющих набор данных. Внутри основные фундаментальные классы FireDuck работают так же, как фундаментальные внутренние классы библиотеки DB Express или ADO.NET. А вот компоненты для работы с данными уже основываются на таблицах In-Memory и тем сильно отличаются от DB Express. А вот High Performance Daily Access, то есть высокопроизводительный доступ к данным, это не просто некие маркетинговые словечки, Это действительно так оно и есть, потому что FireDuck обладает внутренней способностью и возможностями по оптимизации взаимодействия с базами данных. Это Live Data Window и массивная Data Manipulation Language конструкция. Все это позволяет редуцировать количество обращений к базе данных, а также унифицированные API, обращения со скорость запросами на абстрактном уровне, скриптование, унификация ошибок и трене транзакциями. Список поддерживаемых платформ с UBD достаточно большой, можно сказать, очень большой, включая возможность доступа через ODBC или драйвера для библиотеки DB Express. Конечно, такие списки возбавляют монстры из мира баз данных, как Oracle или DB2. А в завершении находятся такие уже более экзотичные и мелкие, как, например, PostgreSQL. Такой вот слайд представляет собой обзор архитектуры FireDark. Начиная с верхнего уровня, где визуальные компоненты, и вниз дальше, Local Data Storage, Data Adapter, и вплоть до низкоуровневых драйверов доступов к библиотекам с UBD, а также прочих адаптеров. Для DB Express такие вот драйвера доступа представляли собой динамические библиотеки, а FireDark это файл написан на Pascal, поэтому они могут быть скомпилированы и включены в ваше приложение. И только вот масты у DBC и DB Express, они вот внешние. А теперь давайте полюбуемся на основные компоненты FireDark. TID Connection, TID Transaction, TID Memetable это таблица в памяти, вы можете прям данные с базы загрузить в таблицу в памяти. Ну и конечно остальные знакомые компоненты, как Query, Storage Prods, Table, Scripts и много-много других интересных и специфичных компонентов, как например Backup. А давайте теперь побалуемся небольшим EM проектом, совершенно примитивным маленьким. Вот из простой формочки добавим компонент Connection. В этом Connection, в этой связи не будет ничего предусвидительного, потому что мы собираемся связаться с базой данных. Далее нужно из списка драйверов выбрать тот, который нам необходим. Вот я собираюсь попользовать интербейс. А дальше мне нужно исхитриться и задать параметры. На самом деле большой хитрости здесь нет. Вот здесь они задаются. А вот тут в этом месте я применю небольшой читинг. Я не буду по памяти их пытаться вспомнить, я просто их скопирую в буфер и ставлю в нужном месте. И вот, опля, мои параметры на месте. Ну, в общем-то и все. Теперь можно попытаться законнектиться, связаться с базой данных. Вот эти вот логин пароль. Логин промт надо вообще, конечно, вырубить, как обычно делается на этапе разработки. Вот мы соединились. И вот она, маленький сладенький интербейс является нами законнекченным. Теперь можно пойти дальше и добавить какой-нибудь куэри, например. Добавили мы этот классический компонент на форму, он автоматически натравился на нужный коннекшен. Руками это делать не надо. А дальше не надо быть гением и очень проницательным человеком, чтобы понять, что надо написать запрос. Вот мы пишем такой запрос. Открываем этот запрос и убеждаемся, что рисковый запрос введен правильно. Мы смогли открыть запрос. Дальше добавляем data source на форму. Связываем зоу с компонентом от куэри. Добавили data source. И в нашем случае с FireDuck'ом нам нет необходимости использовать ClientDataSet или MemoryTable, что является аналогом ClientDataSet в FireDuck'е. А вот в дальнейшем я вам покажу, как использовать MemoryTable, то есть InMemoryDataSet в FireDuck'е как альтернатива к ClientDataSet. Добавляем еще DBGrid. Это компонент-сеточка для отображения данных. Связываем с DataSource'ом и видим нашу табличку. И вот таким простым способом, путем связывания свойств компонентов, выстраивания их в цепочку, в такую связку, мы получили, ну да, небольшое, не особо функциональное, но готовое приложение для отображения данных. Чтобы подготовить наше приложение к распространению, нам нужно добавить компонент-драйвер, который будет в себе содержать драйвер доступа к клиентской части интербейса. А также нам нужно будет еще и компонент, который будет курсор. Это для отображения в тот момент, когда приложение будет ждать отклика от сервера интербейса. И вот теперь, да, сохраняем приложение, пусть оно будет там, проект номер следующий, и запускаем его как Standalone, то есть независимое приложение, и, о, чудо, оно работает, мы можем тут покликаться, что-нибудь поменять. Да, мы поменяем данные, и сейчас будем проверять вообще изменения, попали ли в базу. Да, мы можем даже в дизайн тайме проверить, если поступили изменения, переоткрываем, смотрим изменения здесь. И поскольку мы не используем кешированные изменения, кештапдейс, все изменения сразу же поступают в сервер, и даже если приложение внезапно отрубится, то все изменения по умолчанию будут переданы серверу. Как несложно догадаться, это далеко не все, на что способна библиотека FireDuck, и сейчас мы посмотрим следующий проект, в котором мы будем использовать Dataset in Memory, то есть хранимый в памяти набор данных. Вот сходный по функционалу приложения, и в этом приложении добавлен обработчик событий onTitleClick на гриде, и вы увидите, что код практически тот же самый при работе client.set, то есть при клике у нас идет фильтрация по названию. Вот и оперируется с данными in memory, то есть данные, они в памяти сейчас находятся, они в каком-нибудь сервере баз данных. Вы видите, у FireDuck отличная память. Едем дальше. У нас, вот видите, Apply Updates, это привключенные опции кешированных обновлений. Вообще, пришло время создать и посмотреть какое-нибудь такое действительно реальное демо, полномасштабное демо, поскольку то, что пока я творил, но это такие совершенно примитивные, другоупорные приложения, и не ошибался я, потому что у меня еще есть такой connection editor, где параметр соединения легко был настрой. Вот они родные названия базы данных и прочие параметры, здесь можно также и протестировать коннекцию, там, досягаем ли сервер баз данных. А можно подобрать с пола уже готовые дефиниции, если у вас там есть линии файл с уже предопределенными настройками для какого-нибудь конкретного драйвера. А кроме того, здесь еще есть различные опции, где можно, например, задать дата, мэппинг, например. А далее за ними скачут опции фетчинга, опции обновлений, ну и прочие различные опции. С использованием вот этого, так сказать, эдитора можно оттюнинговать любое соединение, и весь тюнинг будет распространяться на подключенные через данную коннекцию дата-сеты, хотя потом можно их перезаписать уже на уровне конкретного, отдельного изолированного дата-сета. Ну и прочие параметры коннекции тоже в досягаемости вы можете открыть и посмотреть вот конкретно, какой, например, драйвер клиентский используется. А также можно заценить и другие параметры. А кроме того, перейти в окошко SQL script и непосредственно в этом окошке запустить, например, некий SQL script, SQL запрос. Да, абсолютно зрение вас не обмануло, мы все это делаем в окошке Connection Editor. То есть, понастраивать можно по-всякому, и гораздо больше, и шире, и глубже, чем я показал в ферм-демо. Кроме того, можно то же самое сотворить и на уровне индивидуального компонента, SQL запросов тут писать. Вы тут можете написать выражение, потом выполнить выражение, посмотреть данные, мета-данные, посмотреть даже дата-маппинг, как происходит. И это уже на уровне конкретного набора данных, датсета. В общем, здесь можно по полной искупаться в данных, в параметрах, в сообщениях, которые могли прийти в результате взаимодействия с сервером. И, в общем-то, давайте перейдем к следующему демо. Там мы ознакомимся с параметризированными запросами. И вот мы получили запрос с параметрами, параметризированный запрос, вот они, параметры, списки, можно их настроить. И даже можно прострелить этот запрос, выполнить его и посмотреть, как он на определенных параметрах срабатывает, какие результаты он дает. И вся эта петрушка крутится и вертится прямо в Query Editor нашего с вами компонента. Кроме того, здесь можно еще задать файл. И назначение этого файла в том, что все операции, которые проходят на данном компоненте, будут логироваться, то есть записываться непосредственно в файл. И если вам действительно нужно это сделать, то делайте вы это в Connection Settings, вот в выставлении правильного параметра. Как я уже сказал раньше, здесь много, очень много различных опций. Fetch Options, Format Options, Update Options, очень-очень гибкие компоненты. То есть можно настраивать датасет под разные коннекции, при работе с разными СУБД, а кроме того, можно наоборот взять и один датасет настроить как-то по-особенному, вне зависимости от того, какой платформе СУБД он работает. Data Mapping может быть сделан визуально в дизайн тайме, а может быть сделан на уровне кода. Закодировать это можно. Здесь вы можете определять, сколько записей надо фейтчить. Если у вас большой-большой набор данных, то нет, может быть, смысла все записи тащить и ограничить число загружаемых записей, тем самым ускорить работу приложения, особенно если сеть медленная. Компонент MemTable, таблица в памяти, довольно сложный, такой универсальный. В принципе, похож на клиента от сет по функционалу. Ведет он себя так же. И квери сам по себе имеет способность кешировать данные. Но если вы хотите полностью их, эти данные, взять и загрузить в Memory Table, вы это можете сделать при помощи кода, примерно такого. Мы можем зарядить квери, получить данные, зафетчить данные, а потом просто их загрузить в таблицу в памяти, вот, при помощи простого присвоения. Потом вы можете использовать этот компонент запроса для того, чтобы получить другие данные и уже оперировать этими двумя наборами данных, один из которых будет в памяти. И обрабатывать данные можно так, как нам нужно, как мы хотим. Но никто и ничто в этом мире не может нам помешать использовать и клиентский датасет, и из набора DB Express мы можем делать, да, выполнять такую же собственную технику на запросе с FireDuck. И даже миксовать эти компоненты в одном приложении, что без сомнения сможет облегчить миграцию, плавную миграцию, если у нас уже есть некий масштабный проект на DB Express. А кроме этого есть также гигантские возможности, разнообразные возможности работы Data Manipulation Language, то есть SQL на вот такой набор операций. Можно использовать асинхронное выполнение запросов. Это если, например, долгие запросы вы не хотите блокировать интерфейс пользователя. Вы можете использовать функции Escape последовательности, условные операции вставлять в SQL запросы. Можете использовать функции FireDuck по автоматическому обновлению. И все эти обновления будут происходить в автоматическом режиме, на автоматическо-настраиваемом режиме. Вы можете даже добавить SQL на операции апдейта. Но это уже стало достаточно редкой операцией, и в основном можно полагаться на SQL запросы на обновление, генерируемые автоматически самим механизмом FireDuck. Ну а можно, конечно, и использовать отдельные SQL-команды для обновления для конкретной платформы. Также FireDuck хорошо работает с полями типа Autoincrement, или полями типа Identity, или генераторами последовательности. Тоже все это возможно. И можно обращаться к ID записи на низком уровне, как это, например, для Oracle характерно. Много-много чего интересного еще есть в FireDuck, что мне просто физически не могу все изложить. Вот в этом коротком видео есть Memory Table, есть управление транзакциями, работа в режиме отключенного набора данных. Вы можете выполнять прямые операции, такие как бэкапы, ресторы, можно использовать пул, коннекции. Все, буквально все уже доступно вам. Уже сегодня, если вы владелец редакции интерфайса выше, а если вы являетесь владельцем уже сейчас редакции Pro Professional, в этом случае вы можете купить клиент-сервер ПЭК, дополнение, add-on, соответственно, для Delphi и C++ Builder. Еще раз, это набор компонентов для доступа к данным любого масштаба, включая данные масштаба предприятия. Мощный, гибкий, универсальный доступ и доступ к данным с мобильных платформ. Теперь это по-настоящему краеугольный камень архитектур приложений для доступа к базам данных.